Приветствую всех, с вами Михаил. Последнее время с завидной регулярностью вы меня просили рассказать про Sven MC30. Это топовая колоночка от финского бренда. Давайте сразу с места в карьер. Приходим к характеристикам. Sven MC30 это бытовая акустическая двухполосная система. В комплекте имеется пульт управления и при желании ее можно подключить с помощью Bluetooth. Основной динамик непростой. 6,5 дюймов и выполнена из стекловолокна. Ну и высокие частоты это шелковый твиттер 1,25 дюйма. Питается все это добро от мощного усилителя класса D мощностью 200 Вт. Акустическая система выполнена по схеме Beamping. То есть каждый динамик питается от своего собственного усилителя. Кстати мощность здесь RMS. То есть эти 200 Вт это вполне реальные 200 Вт. По собственным ощущениям также хочу сказать громко. Очень громко. Частотный диапазон от 30 до 27 тысяч герц. В это тоже охотно верю. Позже мы на это посмотрим своими глазами. Ну и вес. Колоночки весят практически 11 килограмм. И как вы знаете вес это надежность. Сами Sven заявляют MC-30 чуть ли не как настоящий хай-фай. Ну и само собой это логическое продолжение известных акустических систем Sven Stream. В комплекте с колонками кошка не прилагается. А также надеюсь вы будете более внимательны чем автор этого ролика и правильно установите грили. Ну а теперь давайте взглянем на нее поближе. Внешне это хорошо собранная деревянная колонка с толстыми стенками, которые обиты шпоном. За высокие частоты отвечает классический купольный твиттер. А за низкие и за средние частоты отвечает довольно крупный длинноходный динамик. На довольно эластичном резиновом подвесе и в дизайне под карбон. Фазоинверторы в этой акустической системе сзади, так что ставить вплотную к стене их не стоит. Но подключить к вашему ПК эти колонки можно с помощью оптики, либо классического AUX. Между собой колонки соединяются довольно длинным и не очень стандартным кабелем. Ну а на фронтальную сторону одной из колонок выведены регулятор громкости, а также тембры низких и высоких частот. Ну какой же тест или обзор колонок на моем канале без графика АЧХ и без музыки? Для тех, кто смотрит мой канал первый раз. Чтобы вы понимали, я в сравнении колонок запускаю оригинальный музыкальный файл в высоком качестве. И потом его сравниваю с музыкальным файлом этим же, который проигран через эти колонки и записан на хороший микрофон. Выглядит это примерно вот так. Так что я надеюсь, вы понимаете, что качество звучания записанного на микрофон будет несколько ниже. Кроме того, вы все это будете слышать через свои наушники или колонки. Но тем не менее, по сравнению с оригинальным файлом вы поймете примерный характер звучания данной акустики. Субтитры сделал DimaTorzok Послушали, ну а теперь давайте разберем амплитудно-частотную характеристику. Ровно амплитудно-частотная характеристика от 20 Гц до 20 кГц показана белой линией. А зеленый, красный и синий показано то, как Sven MC30 отыграли ее на разных настройках. Зеленая линия – все регуляторы в положении максимум, красная линия – все регуляторы в среднем положении и синяя линия – все регуляторы в минимальном положении. На самом деле, знаете, что я хочу сказать? Для непрофессиональной акустики это весьма хорошая и довольно ровная АЧХ. Басы в среднем и максимальном режиме здесь тоже достаточно глубокие. По крайней мере, для таких небольших колонок это очень хороший результат. Хотя, конечно, сказываются и резонансы помещения. При переходе на средние частоты имеется вот такая вот шивка частот. Хотя это двухполосники и по идее этот довольно крупный широкополосный диффузор отрабатывать должен и серединку и низ одним махом. Так или иначе, мы можем довольно в широком диапазоне регулировать низкие частоты. Если вам их слишком много, убираем. И если достаточно мощные хочется ощутить басы, прибавляем. Ну и, собственно, середина. Очень ровненькая, очень хорошая. Но, правда, затрагивается регуляторами как на нижнем, так и на высоком диапазоне. А вот здесь мы видим сшивочку между твиттером и основным диффузором. Впрочем, она небольшая и вообще, на самом деле, удивительно хорошая сшивочка. Как и продолжительность высоких частот. Если регуляторы поставлены в максимальное или в среднее положение, колонки играют буквально весь слышимый диапазон. Как вы видите, очень сбалансированная и очень ровная АЧХ для обычных потребительских колонок. Но, все-таки, определенную цену нам пришлось заплатить. И речь идет о басах. Они мощные, объемные, массивные. К этому вопросов никаких. Но, вместе с тем, мне показалось, что басы не слишком быстрые и не слишком текстурные. Что это значит на практике? Басить будет нормально. Все дрожит, все буквально шатается. Колышется вокруг. То есть, к этому ноль вопросов. Мощные, сильные. Громкость могут развивать буквально. Кажется, что рядом с паровозом стоишь, и он включил все свои котлы. Короче, мощи этой колонки не занимать. Ну, вот текстурности, слоистости и, самое главное, скорости басов, мне, честно сказать, немножко не хватило. Правда, я привык пользоваться колонками, которые в 5 раз дороже. Так что, ничего странного в моих претензиях, наверное, нет. Общий итог. Очень мощное, басовитое звучание, нормальные средние частоты и вполне нормальные по продолжительности верха. Да, они не идеальны по слоистости и вот этим всем аудиофильским штучкам. Но вы услышите весь диапазон. Если у вас нет возможности купить колонки, которые стоят 1080, это будет весьма неплохой вариант. Более того, скажу, мало какая колонка может отыграть настолько хорошо весь диапазон, как Sven MC-30. Какой же стоит вынести вердикт данной колонки? Разумеется, это топовая колонка среди всех Sven-ов. И по мне, так она сделана весьма неплохо. И внешне выглядит, ну, мне, например, понравилось, как она смотрится. Можно даже спутать с какими-нибудь солидными мониторами, предназначенными для работы. Кроме того, на мой взгляд, она и звучит достойно, особенно для этого ценника. Это весьма взрослый, хороший звук для домашней бытовой акустики. Не надо думать, что это какие-нибудь профессиональные мониторы. Нет. Но она звучит громко, вкусно. И я уверен, что такое звучание многим понравится. Особенно такие, знаете, мощные солидные басы. Конечно, если вы не слушали какие-нибудь колонки, которые стоят прилично больше. Ну, или одноклассников, которые не так вкладываются в мощность звука, но вкладываются больше, скажем так, в его правильность. Это не совсем правильные колонки, несмотря на довольно-таки хороший график АЧХ. Но вместе с тем, я уверен, что такое звучание придется по душе многим. Что касается качества сборки, интерфейсов, наличия блютуса, в конце концов, это несомненные плюсы данной модели. Все здесь есть, все собрано хорошо, и на самом деле по блютусу звучит не сильно хуже, чем по проводу. И, кстати, подписывайтесь на мой инстаграм. Там я, к примеру, выкладываю спойлеры к будущим выпускам, ну и просто всякие интересные истории из своей личной жизни. Жду вас по ссылкам в описании. Короче говоря, с Вен сделали свою топовую колонку. И вы посмотрели на нее обзор. Если вам выпуск понравился, пальчики вверх, подписки тоже знаете, где сделать. Ну и, как обычно, люблю читать ваши комментарии, стараюсь ответить. С вами был Михаил. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok